доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день четверг 30 августа и начинаем наш разбор как всегда с пары евро доллар а по паре евро доллар вчера концу торговой сессии было закрепление ниже минимальной значения которому или 28 августа и данная формация может привести нас к началу вновь нисходящей тенденции по данному активу с целями снижения до 1 12 данный сценарий будет актуален до тех пор пока мы торгуемся ниже максимальные значения которые были зафиксирован 28 августа по цене 1 1736 в том случае если а цена по евро доллару преодолеет данное максимальное значение то будем ожидать продолжение роста с целями до 1 1808 по паре британский фунт американский доллар также вчера были попытки закрепления ниже минимумов 28 августа но концу торговой сессии мы увидели обновление локальных максимумов и фактически движение вчера составило порядка 200 пунктов по данному активу а дошли до целевого уровня которым отначили ранее с точки зрения роста и следующая цель движения это на 1 30 91 данный сценарий будет актуален до тех пор пока по паре британский фунт американский доллар мы торгуемся выше минимальные значения которые были зафиксированы вчера по цене 1 28 45 а по паре американский доллар канадский доллар а тенденция нисходящая сохраняется но вчера мы не увидели обновление локальных минимум что может говорить о некоторой остановке снижения по данному активу но тем не менее пока мы не преодолели максимальное значение 29 и 28 августа тенденция нисходящая сохраняется а цели по снижению отмечаем в области 1 27 48 но в том случае если удастся закрепиться выше максимум которые были зафиксированы вчера то будем ожидать возобновления роста с целями до 1 31 98 и 1 32 63 соответственно а по паре американский доллар японская иена вчера автора пола торговой сессии также обновили локальный максимум тенденция восходящая приняла следующий импульс и дошли до целевой отметки которую мы также ранее отмечали в области 111 91 а цели по восходящему движению следующая цель это движение в области 112 35 возврат к продаже будем рассматривать в том случае если по паре увидим обновление минимальное значение которые были закрыты вчера и позавчера по тени сто десять девяносто три а по паре австралийский доллар американский доллар вчера мы пробили принимать значение которое было за фиксеры 22 августа что в рамках часового таймфрейм у нас вновь переводит фазу нисходящее отношение а в рамках среднестрочной формации данной нисходящий тренд он также сохраняется ну и цели по снижению уход ниже минимальных значений которые были зафиксированы вчера далее движение на 7 235 и И далее 71,83 среднесрочный уровень, который мы с вами отмечали. По паре еврофунт вчера также произошло закрепление ниже минимальных значений 28 августа, что откроет предпосылки продолжения снижения на 89,39. Ну а возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если еврофунт сможет закрепиться выше максимальных значений от 28 и 29 августа. Золото на текущий момент сохраняет свое движение нисходящее. В том случае, если по золоту мы видим обновление минимальной значений 28 августа, которое было зафиксировано по цене 1199 долларов за тройскую унцу, то в этом случае сценарий нисходящий подтвердится. И следующая цель снижения это область 1183 доллара за тройскую унцу и далее среднесрочная цель это 1158. Возврат к покупкам по данному активу будем рассматривать, по крайней мере, если цена сможет закрепиться выше максимума вчерашней торговой сессии, ну а более серьезный уровень находится в области максимальных значений 28 августа. По нефтемарке Brent тенденция восходящего сохраняется. Следующий цель рост это движение в области 78,53. Ближайший разворотный уровень после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера к концу торговой сессии, отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы также 29 и 28 августа. По индексу DAX мы также видим некоторую остановку. Вчера не обновили локальный максимум, хотя тенденция восходящая на текущий момент сохраняется с целями роста до 12770. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционного нисходящего движения мы будем отмечать в том случае, если по индексу DAX увидим пробитие и закрепление ниже области 12499. По биткоину тенденция восходящего продолжается. Вчера также мы не обновили локальный максимум, но тем не менее восходящая тенденция остается в приоритете. Среднесрочный уровень, который здесь мы отмечаем, это область 6539 долларов за один биткоин. Ну и безусловно локальный уровень минимум вчерашней торговой сессии это область 6852. Уход ниже данного уровня даст предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения. В рамках часового таймфрейма оно уходит ниже минимум 26 августа даст предпосылки на более затяжное снижение по биткоину. Пока рост остается в приоритете с целями до 7745. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайки, если вам нравится данное видео и ваши вопросы писать в комментариях. Всем хорошего дня и до свидания.